В ближайший год красноярские власти намерены начать строительство одного из важнейших для нашего города сооружений Красноярского кафедрального собора. Уже и подобрана площадка под строительство сооружений. Это левобережная набережная в районе Стрелки около Большого концертного зала. Впрочем, в Союзе архитекторов считают выбор площадки довольно спорным и предлагают свои варианты. Как известно, место для строительства нового кафедрального собора указал во время своего сентябрьского прошлогоднего визита в Красноярск патриарх Кирилл. Однако земля эта сейчас находится в долгосрочной аренде у московских предпринимателей. Впрочем, на днях глава города Эдхам Акбулатов заявил, что бизнесмен учел интересы жителей и отказался от права на участок без выплаты компенсации из бюджета. По мнению известного красноярского архитектора Алексея Микоты, строить храм в этом месте – грубейшая градостроительная ошибка. Это негативно отразится и на развитие рекреационной зоны и создать еще больше проблем в и без того перегруженном транспортном центре города. Выстроив на оси большого концертного зала этот собор, по значимости, по крупности своих масс, объемы, выстроенные в один ряд, будут друг друга просто соперничать дальше. Просто, согласно рельефа, местоположение этого объекта очень странным кажется. Чтобы оно не было задавлено, его надо поднимать на стилобат. Стилобат отделяет сразу всю стрелку от рекреации, от Енисея и так далее. Минусов больше, чем плюсов. В союзе архитекторов считают, что более правильно было решение строить собор между пешеходным мостом и торговым центром огни. По мнению бывшего вице-спикера Краевого парламента и одного из инициаторов строительства собора Анатолия Ромашова, в свое время власти рассматривали 44 площадки, где можно в будущем было бы возвести здание. Наибольшее внимание тогда привлекла территория около Дворца Пионеров. Тогда против этого варианта был высказан главный аргумент, что в этом месте поворачивает метро. В сторону, вот, оно там вроде бы направляется, вот, в сторону проспекта Металурга. Этот вариант тоже рассматривался, но на них все затрагивали, ну, представляете, сейчас вот разместить здание в центре города, если не будет хорошей парковки, это будет столпотворение, и это вызовет, ну, серьезное удовольствие людей. А храм должен быть храмом, тем более кафедральный. Он должен, ну, вызывать у всех благодушие какое-то. Мы определяли долго, в течение двух лет, место для строительства храма. В том числе рассматривалось и это место на стрелке первоначально. Но затем общими, такими, после общих рассуждений были соответствующие макеты. Мы, все-таки, было принято решение не в этом месте строить храм. Там парк Горького, с другой стороны, там, где сегодня военный госпиталь, потому что там была в свое время духовная семинария, и владыка Антоний настаивал, чтобы там построили храм, который будет виден с правого берега. Ну, потом мы рассматривали место строительства храма. Это в районе Покровки, где по Роскве в Пятнице часовня. Только выше туда, тогда храм был бы над городом. И были такие проработки. На улице Игарской, это когда поднимаешься наверх, с левой стороны, там школа, но находится в аварийном состоянии, а Покровка давно заслужила строительство новой школы. Кстати, в Красноярск-Граждан-Проекте уже подготовили эскиз для нового Красноярского собора. Его будут строить по чертежам другого памятника сакральной архитектуры, Богородице Рождественского собора. Он находился на месте нынешнего здания Краевого правительства на проспекте Мира и был взорван в 30-е годы. Все чертежи собора находятся в Санкт-Петербурге и по всем параметрам новое здание будет таким же. 55 метров ширину и высотой с 20-этажный дом. Кстати, более подробное интервью с Петром Пимашко относительно строительства в нашем городе кафедрального собора, а также на многие другие темы смотрите на телеканале Афонтово на этой неделе. Ну а тему строительства кафедрального собора я предлагаю обсудить на нашем официальном сайте afontovo.ru. Сергей Кузовков, Олег Голубин. Афонтово. Новости.